Объем контрабанды сигарет из Республики Молдова в Европейский Союз в 2023 году был в пять раз выше, чем до сих пор. Об этом в эфире передачи Путеря Паттера на телеканале Н4 заявил председатель партии Куб Игорь Мунтиану, уточнив, что считает контрабанду сигарет одной из причин серьезных проблем в экономике нашей страны. Куб Игорь Мунтиану У нас до сих пор чрезвычайно пористые границы с дырами, как швейцарский сыр, из-за чего продолжают делать большие деньги на контрабанде сигарет и не только сигарет. В 2022 году Республика Молдова ввезла в Европейский Союз в пять раз больше контрабандных сигарет, чем в обычные годы. По мнению политика, другими серьезными проблемами в экономике являются очень высокий внешний долг, инфляция, а также отношение власти к местному производителю. Что касается экономики, то, конечно, у нас большие проблемы. У нас 100 миллиардов леев внешнего долга. 100 миллиардов леев. У нас инфляция, которая снизилась с 34% до 28%. Но в любом случае это означает четверть дохода, который гражданин получает после месяца работы. И когда он идет домой, то он может купить только две четверти товаров, которые его жена или муж ждет дома. У нас крайне неоднозначная политика по отношению к местным производителям. Наши магазины наводнены импортной продукцией. Все это, по мнению политика, означает, что у власти есть задолженности не только перед Брюсселем, сколько перед простыми людьми и перед движущими силами национальной экономики. У нас нет задолженности перед Брюсселем. У нас есть задолженность перед движущими силами национальной экономики, перед частным бизнесом, перед простыми людьми, которые хотят быть защищенными, чтобы их доходы не обращались в пепел, перед молодежью, которая уезжает не потому, что не сможет начать бизнес здесь, а потому, что не верит, что бизнес, который они начнут в Молдове, обеспечит им прибыльность и стабильность бизнеса. Подводя итог, политик отметил, что то, как используются фонды для развития, чрезвычайно политизировано, крайне анархично и хаотично, и рассеет желание Запада помогать Республике Молдова. Пресс-службы правительства и Министерства экономического развития, а также таможенной службы пока не прокомментировали заявление Игоря Мунтяну.